Привет, боец! Я продолжаю свои видео уроки за спорт в жизни каждого человека. Сегодня я хочу тебе показать очень интересный и познавательный видео урок про мидлкик. Вернее, вот три фишки, которые можно сделать после мидлкика или обманные фишки, как после пробития мидлкика. Для того, чтобы действительно сделать сопернику неожиданность и, возможно, пошатнуть его, нокаутировать. В общем, сделать большую неприятность для своего оппонента и, возможно, досрочно выиграть поединок. Подписывайся на канал, ставь лайк. В конце видео и под видео есть ссылочки на бесплатные видеокурсы. Удачи в тренировках! Итак, три фишечки под мидлкик. Первая фишечка у нас будет – это обманный мидлкик и шагом колено в печь. Очень такая действенная работающая фишка. Мы работаем на дистанции, я работаю в мидлкике, противник выставляет блоки, я бросаю, вижу, что он жесткий пацан, хорошо держит блок. Я показываю мидлкик, он выставляет блок, я не пробиваю мидлкик, опускаю ногу и сразу левым коленом рублю в печь. Очень неожиданно для него, то есть, моя задача – оп-чум сразу. Он выставляет колено и остается на одной ноге. У него нет возможности отойти и провалить как-то моё колено. Конечно, он может там выставить как-то локоть, но для него это тоже не очень удобно. Максимально, что он может сделать, это прикрыть эту печь. Ну, чаще всего, когда ребята стоят в ручке высоко, там, да, как дайте, работаем с высокими руками. И отсюда мы работаем. Раз, он прикрылся, жюнь, два, прикрылся, жюнь, эй, туда сразу колено в печень, чётко заходит, красиво ложится. Можно бить и в печень, можно бить и прямо в солнышко, в живот где-то. Здесь уже как ляжет, надо смотреть вот того, как противник держит его. Это первая такая хорошая, чёткая фишечка. Вторая фишка, которую хочу тебе показать, она более сложная. Её применяет Сайн Чай, её применяют довольно-таки интересные бойцы. Она мне тоже нравится, я тоже её люблю на тренировочках поприменять. Это Абанды Фронт Кик. И опять-таки мы работаем. Смотрю, что противник жёсткий, старается блокировать мои удары. А я обманываю его Миддл Киком и всовываю Фронт Кик. То есть я показываю Миддл Кик полностью, заворачиваю Фронт Кик. Всё, для него это Миддл Кик. Я в последний момент разворачиваю ногу и вставляю Фронт Кик. То есть это сделать, ну надо потренироваться, скажем так. С первого раза, возможно, у тебя и не получится, но ничего сложного здесь нет. То есть вся работа, какая идёт, мы бьём сбоку и при ударе сбоку разворачиваем ногу. То есть делаем движение, ногой получается сбоку и вперёд. То есть нога сначала заходит, мы в колени разворачиваем и пробиваем Фронт. И ещё раз, очень действенно. Противник ставит блок на одной ноге. И когда он остаётся на одной ноге, я могу жёстко, чётко между рук всадить в солнышко. Если удар пройдёт, он или улетит, я естественно не хочу сейчас бить напарника, да, чтобы он улетал. Он или улетит, или точно собьёт ему дыхание, что тоже очень важно в бою на длительной перспективе. И третья фишечка, которую я тебе сейчас покажу, это, вернее, её нужно применять тогда, когда противник начинает немножко думать и старается тебя провалить. То есть что бывает в ситуациях, да, например, мы работаем, противник выставляет блоки. Я хочу валить посильнее, он меня проваливает и сразу по задней поверхности работает лоу-киком. Очень часто. Он может ударить, меня провалить, ударить или лоу-кик, или правой ногой тай-кик в голову ударить. То есть проваливая противника, он сразу старается сократить дистанцию. Это очень опасно для меня. Что я делаю? Опять-таки мы работаем, я бью, блокирую, всажу туда, блокирую. Хочу посильнее всадить раз и туда добываю. То есть я, оставаясь боком к нему, делаю сайдстеп и сайдкик. И сайдкиком пробиваю и мут живу. То есть, еще раз, я бью, противник проваливает. Сразу сокращает дистанцию с атакой. То есть он, например, сокращает, хочет мне сразу всадить жесткий лоу-кик. И этот же момент я тоже сокращаю к нему же дистанцию. То есть я как бы иду на него, это можно делать с места, можно делать шагом на противника, пробиваю ему сайд-киком, то есть боком, живот туда, отгоняя от себя. Если ситуация будет с лоу-киком, большая вероятность того, что он улетит вообще сам. Потому что пробивая лоу-кик, он остается на одной ноге. И я в этот момент, это очень неожиданно, так как противник, когда тебя провалил, все, он уже сразу входит туда, жестко старается всадить. А мы делаем сайд-кик. Еще раз, как это делается. Принимаем, проваливаем и входим, да, и входим с лоу-киком, а я в это время бью сайд-кик. Конечно, он может как-то развернуться, может что-то такое вчудить там или правой ногу дарить. Но твоя задача как бы попасть именно в корпус. Нисколько задача взял, сколько в корпус, сколько снести. Еще раз. Он провалил, провалил. И сразу туда на подшаге рубьем, когда он сокращает дистанцию. То есть, по крайней мере, ты перестрахуешь себя. Даже если там не получится у тебя жесткий какой-то удар, ты просто припугнешь противника или не дашь ему сделать его жесткий удар. Просто себя подстрахуешь. Вот такие три эффективные, хорошие обманочки и фишки. Удачи тренировок!